Здарова всем, в этом видео мы выясним, что лучше AMD FSR или Nvidia NIS, хотя спойлер, тут не всё так однозначно, в общем, будет интересно, я начинаю. Кстати, если вы не смотрели мои прошлые видео про технологии апскейлинга, то подсказка на плейлист с нужными видосами вылезет сейчас в углу экрана, а то будете как этот чувак. Я не врубаюсь. Клапа. А в чём дело? Итак, так как это технологии апскейлинга, то в первую очередь следует сравнивать коэффициенты скейлинга, как мы можем видеть, у NIS их гораздо больше, целых 5, в то время как у AMD FSR их 4. Выходит, что режимов работы у NIS больше, а это значит, что его можно более тонко настроить, так что балл тут, несомненно, получает технология от Nvidia. Но а... Какой смысл? От этих технологий, если они не повышают FPS, так что мы переходим к тестам. Вот характеристики моего ПК, но выяснять, какая из технологий лучше, нам помогут такие игры, как Far Cry 5, Control, Forza Horizon 5. И стоит отметить, что технологии FSR и NIS использовались через программу Lousy Scaling. Кроме Forza Horizon 5, потому что там есть встроенный FSR. Начнём мы с самого старого AAA тайтла. Започатковано его было ещё в 1990-м роце. А именно Far Cry 5. Итак, настройки графики перед вами. Вот результаты сравнения FSR Ultra Quality и 77% NIS. Сравниваем именно их, потому что у них одинаковый коэффициент скейлинга. И, как видите, FSR тут выигрывает, но незначительно. Далее у нас сравнение FSR Quality и 67% NIS. Тут ситуация ровно такая же, как и в предыдущем тесте. То есть чувствуется небольшое превосходство FSR. Далее посмотрим на тесты в 4К. Вот сравнение FSR Ultra Quality и Quality с 67% NIS. Эх, FSR, зачем так жёстко? Может стоит дать шанс NIS? Но да ладно, может быть в контрол ситуация изменится. И вот сравнение FSR Quality и 67% NIS в разрешении Full HD. Как мы можем видеть, здесь наблюдается то же самое, что и в Far Cry 5. Ну а что там в 4К? Как видите, разница между ними на уровне погрешности. Далее у нас Forza Horizon 5. И тут NIS держится молодцом, учитывая, что он выступает против встроенного в игру FSR. Хотя тут стоит признать, что FSR всё же эффективней. Но что у нас в 4К? Стоп, что? Неплохая попытка, NIS. Но нам очевидно, что в большинстве случаев AMD FSR победил. Поэтому тут балл получает AMD FSR. Ну а теперь рассмотрим такой критерий, как удобство использования. Тут мы не будем учитывать такие программы, как Low Scaling и MagPy. Так что 1.2 в пользу технологии красных. Потому что если игра поддерживает FSR, то его можно включить сразу в настройках графики игры. А вот для NIS нужно лазить в панель управления Nvidia. Теперь переходим к немаловажному фактору, а именно распространённость. Ведь если забыть про Low Scaling и MagPy, то очевидно, что NIS можно применить практически во всех играх. А вот игр с поддержкой FSR пока что не очень много. Так что 2.2. Хотя скоро должен появиться RSR, то есть Radeon Super Resolution. Это как бы встроенный в драйвер FSR только для карт от AMD. Ну а что у нас по качеству картинки? И тут не всё так однозначно. Если мы возьмём 77% NIS и FSR Ultra Quality, то при одинаковой резкости FSR выглядит более смазанной. А вот у NIS картинка получается более чёткая. Но и тут не обошлось без недостатков. Картинка стала как будто менее сглаженной. И, например, в данном кадре крыша лучше выглядит у FSR. И, будем говорить откровенно, глядя на скрины, нативный Full HD будет получше их обоих. То же самое наблюдается и в остальных режимах. Причём тут отчётливо видно, что у NIS получается более чёткая растительность. Но дома лучше отрисованы у FSR. Так что у обоих из них есть свои недостатки. И оба влияют на качество картинки. Причём по-разному. И в данном случае оба не получают балл. Что ж, вот таблица сравнения этих двух технологий. К сожалению, мне не удалось протестировать все режимы работы данных технологий. Но на мой субъективный взгляд, этих данных достаточно. И вывод тут далеко неоднозначный. Дело в том, что AMD FSR более удобный и даёт больше FPS. Но имеет недостатки. Это то, что он поддерживает далеко не все игры. И мылит картинку. В то время как NIS более универсален. И менее размывает картинку. При этом имея другие дефекты в качестве изображения, скажем так. Но всё же проигрывает FSR в плане производительности. Ну а вот комментарии, благодаря которым вышло это видео. Надеюсь, видео было полезным или интересным. Всем удачи и пока! Пока!